Еще один детский сад в Ирбите будет полностью обновлен. Напомним, прошлой осенью, после почти полутора лет большого ремонта, своих воспитанников вновь принял детский сад номер 19. От старого здания здесь фактически остались только стены, новые крыша и фасады, свежая отделка помещений, современное оборудование, соответствующее сегодняшним требованиям благоустройством территории. И успешный опыт было решено повторить. Так что в этом году перезагрузка стартовала еще в одном дошкольном учреждении нашего города. Ирбитский детский сад номер 2 «Малышок» – уникальное дошкольное образовательное учреждение, причем не только для города, но и для восточного округа в целом, ведь он предназначен для детей с ослабленным зрением. Так что сохранить детский сад, а в идеале провести и его реновацию для руководства муниципалитета была одной из значимых задач. На ее решение потребовалось 4 года. И вот в конце мая, почти сразу после выпуска подготовительной группы, детский сад вывели на капитальный ремонт. Планируем провести капитальный ремонт, получается, кровли. Кровля уже, исполнение контракта идет. Далее планируем дренаж, сделать водоотведение. Проект на стадии доработки. Следующим этапом с 1 сентября у нас будет общестроительная работа. Это полностью все коммуникации, замена и внутренний ремонт всех помещений. Но и на следующий год останется у нас благоустройство территории, фасад и уже участки. При этом обновление детского сада как внутри, так и снаружи будет проводиться с учетом его специфики. Все-таки малыши с ослабленным зрением должны находиться в адаптированной под их потребности среде. И этого, надо сказать, сотрудники и специалисты их ждали очень давно. Территория достаточно сложная. Ребятки у нас были с нарушением зрения. Ходить по неровным дорогам даже с зрячим нормальным людям сложно, а ребятишкам, конечно, трудно. В непогоду сыро, неуютно. Ждем и планируем приспособить помещение для детей с нарушением зрения. Будут поручни, где ребятки могут уже не только при помощи взрослого, но и самостоятельно передвигаться, быть уверенными. Планируем также на лестницах поручни, зрительные ориентиры, яркие сигнальные метки и так далее. При этом важно большой ремонт в здании и на территории детского сада. Совсем не обозначает, что его коллектив прекратил или даже приостановил свою работу. На предстоящие полтора года всех педагогов и воспитанников его радушно принял девятый детский сад, где для гостей постарались создать максимально комфортные условия. Искали разные варианты. Очень, конечно, помогли управлению образованием. Детей вывели всех в один детский сад. Детский сад находится на Советской, где автобусная остановка недалеко, так как ребятишки у нас со всего города. Перевели всех ребяток. Хочу особую благодарность сказать родителям. Помогли. В течение двух дней мы полностью 30-31 мая освободили все помещения, собрали все необходимое оборудование, мебель, все, что необходимо, и перевезли в девятый детский садик. Там полностью помогли оборудовать, приспособить помещение. И, конечно, благодарность работникам девятого детского сада тоже пошли навстречу. Быстро нам освободили помещение, приняли ребяток. В принципе, была у них в гостях довольная. Продолжение следует... Продолжение следует...